Здравствуйте. Инколи, получается, это самое, не подвьючие, так можно сказать, а в дальнейшем судового переезда, как оно подружает. И еще одно, звездки, я вижу, это некомерсивная тремница, звездки будут все окажены еще до кількости працюющих компаний и на сколько можно доверять этой информации. Так же финансовым показникам. Потому что, ну, это очень важно, потому что у нас есть 2-5 работников, а у них тендеры десятки миновано. То есть это очень важно и насколько можно считать, что это действительно достойно. Ну, по-перше, у нас в Уводе написано, что вся информация, которая надается в систему, она имеет рекомендационный характер. То есть вы можете ее принимать или не принимать на вирус. Что касается информации про количество людей, або финансовый показник и анализ. То есть это разные анализированные данные из разных джерел, которые мы анализируем. И на основе этой анализации создается продукт, финансовый анализ. У нас есть отдельная сторона, которая описывает все джерела наполнения в УКонтроле. Там, если вы помните, из этой стороны про нас есть посылание. Вы можете пройти и посмотреть, какие самые джерела подключены в УКонтроле. И даже с какой частотой, если я не помню, они анализируются в УКонтроле. Я на все это или не на все? По судовому регистру. По судовому регистру, так. Есть проблема справа в судовом регистру. Они не хорошо его ведут и специально делают помилки в судовых решениях. Они специально могут поменять вход в УКО, могут поменять назву. Для этого ведется еще один символ. В таком случае все судовое решение не привязывается до компании, потому что мы не можем быть уверены, что это помилка, а не правильно записанный документ. За 2015 год мы анализировали и сравнивали базу судовых решений на Реєстр Судовому. И ту, яка в нас уже есть, в УКО, она была больше на 50 тысяч решений. По стану на конце 2015 года у нас было больше судовых решений на 50 тысяч, чем в Реєстре. Это свидетельствует о том, что они выделяют частину решений. То есть, например, в УКО? Что касается судовых решений, то в моей практике можно искать судовые решения, как заходить в УКО, причем модифицируя этот код и можно найти такую компанию, можно изменять частковую назву и найти компанию. Но это непрогнозовано. Вы же не знаете, каким чином специально помилився помечный суд, для того, чтобы вы не изначили этот документ. Это схема. Это не делается для того, чтобы, например, потому что не очень хорошо умеют писать помечный суд. А это делается специально. Если вы спілкували всем, иногда дали информацию о том, сколько стоит такая послуха и насколько она популярна в Украине. Сколько? Сколько шло, да? Дуже недорого. Там, кілька сот долларов. Если что. Ну, я не знаю. Мені сказали про це кілька років тому, может, змінилися тарифы. Но я помню, что меня удивило, что это очень просто как-то. Очень просто решить вопрос о репутационных рисках. Просто можно дальше обманывать, вводить в обман своих контрагентов, а потом просто легко решить вопросы в суде, чтобы не было плана репутации. И это достаточно дорого. Таких компаний, в названии которых сделаны помилки, величезную кількість, я боюсь даже назвать их. А кого-то покарали? То есть, такого судью, или помещенности, уже покарали за такие специальные помилки? Ну, кого-то покарали. Помните ситуацию, когда после Революции Гідности уже Арбузов поехал из Украины, и были заблокованы его репутации. На 2 недели прибрали из реестра судового решения о заблокировании репутации, он выявил гроши, и после этого репутации разблокировали. Если я не помилюсь, никого без этого не покарали. Там была невеликая кислотность, там несколько миллионов, десять или пятьдесят миллионов. Но главное, что просто про это написали ЗМИ, я помню точно. Это один из небольших випадков, на моей памяти первый, когда про випадок прибирания судового документа с реестру на самом деле написали ЗМИ. Но это была очень резонансная справа. И таких прибраний набагато больше на сегодня. Скажите, пожалуйста, у нас в 14-й минуте журналісти запрошены, почему вы будете там учить, что будет разговаривать? Мы, кроме того, что мы даем эту систему журналистам, мы должны еще научить ее использоваться. Потому что, на самом деле, великая кислотность уже инструментов зібрана на этой платформе и величезная кислотность знаний нафигованных. Для того, чтобы эффективно использоваться эти инструменты, необходимо такой вводный курс. Мы, как раз, с помощью других исследований, которые уже существуют и ведомо, мы разработаем этот учебный курс. Каждый раз при каждом вопшопе мы разбираем исследования, которые произошли за последние месяцы, выбираем наиболее репрезентативные, с помощью которых мы можем показать нужные системы. И потом, на примере этого исследования, мы рассказываем, каким чином журналіст или активист может пользоваться системой для проведения экономического расследования и выявления коррупции. Это еще будет в формате воркшопа? Мы все одночасно будем реализовывать и открывать карты. Мы все сможем прощупать этот процесс. Кроме того, мы еще проводили задания практические. Журналісти смогут видеть воркшопе 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 и мы увидели, что после того, как мы увидели место, возникает бум расследований. Но они пишут джерело контроли и мы видим, что их увеличивается значительно. После того, как мы провели несколько мест, в мосердии спросил, в каких местах есть. Я скажу, это что мы были с воркшопом. Реально сбили. Великие Начинается такой, как мой взгляд. А впливает то, что это великое место, например, Киев, или Петровское, маленькое место, как у нас в Полтаве? Ни. Не впливает абсолютно. Киеве может пройти 10 людей на вопшоп, а в Полтаве может пройти 50. Иногда. И вам в Франківске было очень много, и потом высокая количество людей с нами начали работать. Мы даже не участвовали, что столько там людей. В общем, мы поэтому и переорентировались. Мы сначала наш первый вопшоп, мы сами его организовали и инициировали, а потом мы перейдем на формат, когда уже обратятся к нам, и есть желание, есть группа людей, которые желают учиться. Это было по-дельски? Я про-дельски говорю, что на сегодняшний день, если группа людей, активистов в городе, которые желают учиться, то мы с удовольствием едем и проводим навчание. Это все происходит бесплатно, просто мы возгодживаем час и формат проведения. И еще один момент, что мы запрошиваем не только журналистов, а и громадских активистов, потому что на сегодня они берут на себя тоже медийную функцию, и у них есть развинные интернет-ресурсы, которые могут конкурировать в сенсии обсягу аудитории, и поэтому мы запрошиваем и тех, и других, и фактически в своей деятельности не разделяем на журналистов, и программах, как дети. Для нас все медиа. Ну и наша нота все ж таки, это кинцово, если мы обсуждаем нашу деятельность прощения бизнес-середовища и строение его информации прозорного бизнес-середовища в Украине, то мы зацикавлены в том, чтобы и бизнес, и журналисти постоянно пользовались этим инструментом для того, чтобы не спехпрацювать с неблагонадейными бюзнес-партнерами, шахраями, и от этого избавляется очищение этого бизнес-середовища. Каждый журналист, каждый активист, маячи даже свою страницу в Фейсбуке, может просто опубликовать свое исследование и фактически зафиксировать таким чином системную проблему якусь. Это любой тендер. И это главная межа фиксирования этой проблемы. Если проблема будет зафиксирована, если она будет оприлюднена и она будет какого-то резонанса, она однозначно будет с часом увеличена. Это главная межа. То есть распределение информации про возможные скены и коррупционные риски, которые есть на сегодня. В отличие от медиа-журналстики, общественные организации очень часто еще дотискают свои исследования, потому что после их публикации у них не закончится работа с этим исследованием, они еще обратятся в органы и часто публикуют потом информацию про то, что соответствует органы или на каком этапе это справа, и, возможно, у кого-то извинено, результат справы. и мы тоже следим за этим, хотя такой статистики еще нет. Я думаю, что реализоваться может журналистом, а у нас есть активист, а может быть, есть два предприятия, которые используют вашей платформе для того, чтобы например, знать эту информацию про своих конкурентов что это два напрямка деятельности. Один коммерционный, другой социальный. Коммерционный напрямок это мы спецпрацем с бизнесом. На платной основе компания, в первую очередь это банки или сектор, они покупают доступ к системе и используются для того, чтобы проводить разные дюдиллинджи, процессы, проверять контрагентов, исследовать их, связки, разные кейсы для их но есть социальные напрямки и мы проводим тренинги для бизнеса. Мета очищения и формирования прозора бизнес-середовища, а шляхи разные. Один шлях это бизнес-отребление доступ, и он может не сплачивать гроши шахраям, поэтому они должны искать другие рынки для своих послуг или деятельности. А, с другой стороны, журналисты визвитливают схемы. Вот приклад того тижня, два тижня, мы ездили в Чакасу, и у нас был тренинг, мы рассказывали про исследование, прошло два тижня, я хотела это исследование на форшопе, но не могу там изменяться власти. Они немного свидетельствуют за нашу диабетность и уже эти схемы продемонстрировать достаточно тяжело, потому что были изменения. А кроме того, мы знаем, что этот тендер был применен, потому что была пролюдная информация, они решили не рисковать. И мы считаем, что это как раз лучший результат. мы